Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! И вот наиболее заметная тема выпуска. Инвестиции 600 миллионов рублей. Алтайский завод запустил единственное в России серийное производство топливных систем для двигателей. В воде по пояс. Почему для частного сектора Новоалтайска каждый дождь оборачивается катастрофой? Размах хорош, но нет идей. Французский эксперт прилетела в столицу края, чтобы оценить ход реставрации Барнаульской спички. Руководство одного из крупнейших в крае торгово-развлекательных центров оштрафовали за нарушение противопожарной безопасности. ТРЦ «Арена» под пристальное внимание надзорных органов попал в начале июля после интернет-публикации барнаульцев о том, что во время очередной противопожарной проверки десятки людей оказались запертыми в здании. Они не смогли его покинуть, потому что запасные выходы из кинотеатра были заблокированы. В ходе проверки ТЦ сотрудники прокуратуры установили, двери эвакуационных выходов изнутри без ключа не открываются. За нарушение противопожарных норм руководство торгового центра привлекли к административной ответственности. Правда, штраф можно назвать символическим – всего 6 тысяч рублей. Сегодня в Барнауле запустили производство топливных систем для двигателей, которые отвечают высоким экостандартам. Эту нишу первым в России занял Алтайский завод прецизионных изделий. Эксперты говорят, теперь автомобильная промышленность в этом плане свободна от импорта. Подробнее о разработке и открывающихся перспективах расскажет Ирина Корчагина. Один из руководителей завода «КамАЗ» Юрий Герасимов открывает новую страницу в истории промышленности Алтая. На заводе прецизионных изделий запускают производство топливных систем по стандарту Евро-5. На аппаратуру нового поколения ушло порядка 600 миллионов рублей. У нас будет запускаться в эксплуатацию первая очередь топливных систем, способных обеспечить импортозамещение, и способных достойно конкурировать с другими производителями на мировых рынках. Алтайский завод прецизионных изделий – единственный в России поставляющий элементы топливной аппаратуры в страны Азии, Европы и США. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы и отечественные предприятия готовились к использованию топливной системы из Барнаула. Планируется, что к 2019 году до 70% моторов, выпускаемых на «КамАЗе», будут оснащены именно алтайским топливным оборудованием. Замещать, может быть, и не надо на 90%, но если на любой продукции, под любой маркой будет написано, что произведено в России, я думаю, это замещение уже стопроцентное. Скоро на заводе, говорит руководство, потребуются сотни рабочих рук. Мы сейчас работаем пока что в одну смену. Там работают четыре наладчика на станках. То есть планируется, я так думаю, до 60 человек в любом случае. Это только на моем участке. А там комплектующие для топливных систем по всему заводу делаются. В Рио губернатора Виктор Томенко пообещал руководству предприятия федеральную и краевую поддержку. Часть средств поступит из недавно созданного фонда развития Алтайского края. АЗПИ стал первым предприятием региона, который получит 100 миллионов рублей в годного заема сроком на 5 лет из фонда развития. Ну и самое главное, коллективу развиваться и самое главное, не тупить, не тупить, не успокаиваться на лаврах. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. Сегодня в Барнауле ввели в эксплуатацию четыре улицы после капитального ремонта. Список отремонтированных пополнили. Автотранспортная, Заринская, Новороссийская и Сельскохозяйственная улицы. В общей сложности рабочие заменили 4 километра дорожного полотна. Его накануне одобрила специальная комиссия, не выявив никаких нарушений. Официальный срок гарантии 5 лет, но подрядчик заверяет, что дороги прослужат дольше. Напомним, в этом году на реализацию проекта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» выделили около миллиарда рублей. В планах обновить 44 улицы, но пока сданы лишь 8. Специалисты объясняют, на темпы работ повлияли сильные дожди, они несколько сдвинули строки. При этом профильные городские чиновники подчеркивают, что все улицы будут отремонтированы до конца сентября. А вот жители частного сектора Новоалтайска боятся проливных дождей. Всему виной ливневая канализация, которая расположена вблизи их участков. Она совсем не справляется с обилием воды. Почему не работает ливневка и кто должен ее обслуживать, пыталась выяснить наша съемочная группа. За джунглями из густой крапивы и репейника скрывается городская ливневка. Заросшая не только травой, но и горами мусора, она уже не первый год наводит ужас на жителей улицы Черепановых. Сюда стекает вода с многих окрестностей Новоалтайска. Стекает, но никуда не уходит. Разливается по дорогам, огородам, заходит в дома. Такому гостю здесь совсем не рады. Вызвали МЧС, 7 часов воду выкачивали. 7 часов. У нас затопило все. У нас и в доме стояла вода, в огороде, в сараях, везде. Ну, это было страшно. Эти кадры были сделаны ровно месяц назад, когда над Алтайским краем пронесся ураган. По словам Евгения Валикжанина, он был в ужасе, не знал, как спасать хозяйство. Уже после потопа, за свой счет, жители проблемных участков наняли трактор. Сделали земляную насыпь, чтобы хоть как-то оградить себя от большой воды. Вода наполняется вот до тех пор. Вот так. Если я вот здесь стою, мне вот так воды по пояс. Вот должен быть выход ливневки. Ливневку необходимо прочистить, говорят жители. Обратились со своей проблемой в администрацию Новоалтайска. Рассказывают, приходили коммунальщики с лопатами, создали видимость работы и ушли. В письменном ответе за подписью первого заместителя главы сказано, «Плановая очистка открытого ливнестока от грязи, ила и песка проведена». Мусор туда бросать не надо, в эти ливневки. Мы столько, когда промываем, столько мусора в пакетах оттуда достаем. Это первое, что надо сделать. Я еще раз говорю, я же не отрицаю эту проблему. Да, проблема есть, да, значит, ей надо заниматься, но важно правильно расставить приоритеты. По словам главы Новоалтайска, в следующем году запланирована полная перекладка или модернизация некоторых старых ливневых канализаций. Вот только неизвестно, попадет ли в этот список ливневка на улице Черепановых. Между тем, проблема, с которой уже несколько лет борются жители данного частного сектора города, актуальна и в других городах края. В частности, в Барнауле только этим летом на улице Гоголя и Пушкина начали строить сеть ливневой канализации. Возможно, после ее запуска хотя бы центр краевой столицы перестанет уходить под воду. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В программу перспективного развития Алтайского края включат десятки предложений, которые обсудили на первом конгрессе муниципалитетов региона. Он прошел накануне в Барнауле. В нем приняли участие больше 700 человек – представители власти, общественники и рядовые жители Барнаула. Они обсудили, как наиболее эффективно развивать краевую столицу, решать проблемы с водоснабжением и газификацией ее пригородов, строить и реконструировать дороги. У каждого из вас есть свое видение развития нашего города и края. Сегодня пришло время это озвучить. Нам необходимо мнение Барнауле о том, как развивать краевую столицу, решать проблемы пригорода, заниматься экологическим воспитанием наших горожан. Наиболее конструктивные предложения по благоустройству Барнаула лягут в основу программы перспективного развития Алтайского края. Важно создать реальную, выполнимую, построенную с одной стороны на рекомендациях науки, профессионалов, практиков, а с другой стороны на предложениях простых наших с вами земляков, жителей Алтайского края, настоящую программу и иллюстративию дальнейшего развития Алтайского края. Отметим, подобные встречи по инициативе в Рио губернатора Виктора Томенко уже прошли в Зональном, Смоленском, Черышском, Калманском районах и Славгороде. До 12 августа запланированы и в остальных муниципалитетах региона. А 17 августа состоится Большой совет, на котором в Рио губернатора озвучат стратегию развития всего региона на ближайшие несколько лет. Валентина Аскирова, Николай Шелко, Наши новости. Два года условно получила 37-летняя сотрудница Барнаульского детского сада, по вине которой дети отравились крысиным ядом. Помощник воспитателя в младшей группе признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Напомним, в 2017 году двое воспитанников детсада отравились крысиным ядом, который няня рассыпала в спальне под кроватями. Таким образом, женщина хотела отравить грызунов, следы которых она обнаружила при уборке помещения. В итоге отраву проглотили двое 4-летних малышей. С признаками отравления дети были госпитализированы. Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также осужденная лишилась права в течение двух лет заниматься воспитательной и образовательной деятельностью. Барнаульский Арбат – непродуманный и ошибочный проект. По крайней мере, так считает вице-президент Союза архитекторов России Елена Григорьева. Накануне на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе известный в России эксперт подвела итоги межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири-2018», который впервые принимала столица Алтайского края. Елена Григорьева представила участникам проект «Иркутских исторических кварталов». По мнению специалистов, это редкий пример успешной комплексной реновации исторических застроек в России. Благодаря данному проекту в Иркутске удалось спасти от разрушения десятки старинных зданий и привлечь в десятки раз больше туристов в город. Создаваемый в Барнауле туркластер, по мнению Григорьевой, совершенно непродуманный проект. Особенно неудачный, подчеркивает архитектор с международным признанием, получилась пешеходная часть улицы Молотобольской. Взяли и как бы заасфальтировали плиткой, я бы так выразилась. Совершенно бездумно, без всякой концепции, идеи, анализа тех, для кого вообще-то это делается. Там настолько очевидна ошибка. У меня такое подозрение, что на той стадии, когда туда вкладывали деньги, там архитектор и не ночевал. Григорьева заметила, что нужно приложить максимум усилий для сохранения и развития Барнаульского сереброплавильного завода, который является сердцем исторического центра. Архитектор высоко оценила работу волонтеров по поддержанию спички, но подчеркнула, что власти города к реконструкции здания прежде всего должны привлекать частных инвесторов. Тем более, что рычагов для этого предостаточно, резюмировал эксперт. Барнаульская спичка как исторический объект вызывает неподдельный интерес не только у отечественных, но и у зарубежных специалистов. Так, сотрудник Министерства культуры Франции Кристаль Руссель специально прилетела на Алтай, чтобы оценить ход работ по восстановлению сереброплавильного завода. Своим мнением эксперт поделилась с Ильей Кочетковым. Кристаль Руссель признается, ее француженку всегда тянула на восток, точнее в Сибирь. Смеется, может, это даже кровь далеких предков не играет. Специалист по старинной промышленной архитектуре однажды увлеклась историей демидовских заводов. Два года назад исследования привели ее в Барнаул на сереброплавильный завод. И вот Кристаль снова здесь. Говорит, за это время спичка заметно преобразилась. Работу провели огромную. Когда была здесь в прошлый раз, плотина была не такой ухоженной. И та декоративная печь, и уголок, где мы сидим, они прекрасны. И то, что в зданиях трудятся ремесленники, гончары, кузнецы. Место живет. Барнаульцы сами таким образом подсказывают, что именно они бы хотели видеть здесь в будущем. Кристаль рассказывает, что во Франции тоже долгое время боялись вкладывать деньги в реставрацию здания. Уж тем более бывших заводов. Старались снести и построить офисное или торговое здание. Теперь же государство компенсирует инвесторам половину расходов на реставрацию. Итог – здание целы, туризм развивается, бизнесмены получают прибыль даже с таких заведений, как библиотеки. А на спичке, по словам культуролога, вообще есть где размахнуться. От старых зданий, по сути, сохранились фасады, которые необходимо сохранить. А вот внутри изначальная планировка почти не сохранилась. Можно свободно разместить все, что угодно – концертные залы, мастерские, рестораны, культурные центры. Да и вокруг большая территория. Правда, важно помнить, что место должно оставаться зеленым. Это часть его индивидуальности. По мнению зарубежной гости, особое внимание нужно обратить на Барнаулку. Река может стать настоящей осью исторического комплекса. А еще, уверена Кристаль, важно не бояться воплощать даже самые смелые, неординарные идеи. Только в таком случае, говорит эксперт, можно привлечь инвесторов. Как следствие, большой поток туристов. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости. Илья Осипов. На фронте с 42-го года. В 43-м при форсировании Днепра с группой бойцов под огнем противника построил пристань и восстановил затонувший паром, чем обеспечил своевременную перебраву на правый берег реки танков и артиллерии. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. И о погоде спонсор прогноза погоды компания Эвалар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. Субтитры предоставил DimaTorzok До встречи!